За шесть месяцев текущего года в Адыгее возбуждено 95 уголовных дел в отношении водителей, повторно севших за руль в нетрезвом виде. Из них 26 случаев было зарегистрировано в Майкопе, а еще 24 в Тахтамукайском районе. 85 материалов направлены в судебные инстанции республики. Больше всего было возбуждено уголовных дел дознавателями отделов МВД России по городу Майкопу и Тахтамукайскому району, 26 и 19 соответственно. МВД напоминает, что водители, которые повторно управляют транспортом в состоянии алкогольного опьянения, привлекаются к уголовной ответственности. Санкция ст. 264 Прим. 1 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Майкопским районным судом вынесен приговор 29-летнему ранее судимому местному жителю. Он обвинялся в незаконном хранении наркотиков и неправомерном завладении транспортным средством. События имели место в феврале текущего года. Тогда оперативники профильного подразделения отдела МВД России по Майкопскому району получили сведения о том, что мужчина может быть причастен к хранению запрещенных веществ. Вскоре версия сыщиков подтвердилась. В ходе спланированной операции стражи правопорядка задержали подозреваемого после того, как он приобрел наркотик через тайниковую закладку. При себе он хранил сверток с порошкообразной массой, которой по заключению специалистов оказалась запрещенная соль. В дежурную часть отдела МВД России по Майкопскому району поступила информация о факте неправомерного завладения транспортного средства. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что к совершению данного преступления причастен ранее упомянутый гражданин, ранее судимый, житель поселка Каменномосково. Майкопский районный суд признал мужчину виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима. Коротко расскажем о ситуации на дорогах Адыгея за эти дни. Так, в Теучешском районе на автодороге М4 Дон 34-летний мужчина, находясь за рулем мотоцикла, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газель». В результате ДТП водитель мото с травмами доставлен в больницу. Еще одно происшествие случилось в пригороде Майкопа. 25-летняя водитель иномарки при развороте не предоставила преимущества в движении мотоциклу под управлением 29-летнего жителя Майкопского района. От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте. От других ДТП на автодороге М4 Дон 37-летний житель Краснодарского края, находясь за рулем «Шевроле», допустил наезд на пешехода. Установлено, что тот переходил проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм мужчина скончался на месте. На автодороге Краснодар-Верхнебаканский в Тахтамукайском районе 27-летний владелец иномарки столкнулся с двигавшим в попутном направлении ВАЗ-2110. От удара отечественная машина выехала на полосу встречного движения, где врезалась во внедорожник. Водителей обоих легковушек с различными травмами доставили в медучреждение. В Геогинском районе 33-летний местный житель совершил наезд на 5-летнего мальчика. Предварительно установлено, что ребенок выбежал на проезжую часть дороги перед близко идущим транспортом. В результате происшествия пострадавшего с травмами доставили в детскую больницу. В Республике Адыгея в рамках профилактической операции МАК-2020, направленной на пресечение распространения наркотических средств, на днях выявлен очередной факт попытки сбыта наркотиков. В ходе проверочных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по МАИКОПу получили информацию о том, что трое жителей города в возрасте от 20 до 24 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности, причастны к хранению запрещенных веществ. В целях проверки этих сведений стражи правопорядка приняли решение о проведении обыска по месту жительства парней. На момент задержания заумышленники фасовали наркотические средства. В гараже, принадлежащем одному из фигурантов, полицейские обнаружили около 20 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, которые были подготовлены для последующего сбыта бесконтактным способом. Эксперты-криминалисты установили, что содержимым является мефедрон. В дальнейшем выяснилось, что партию наркотических средств фигуранты приобрели с помощью сети интернет. В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение. Полиция Адыгея призывает потерпевших от преступлений срочно обращаться в УВД по телефону 02 с мобильного 102. Звоните в наиболее короткий промежуток времени, по горячим следам преступника найти легче. Назовите свою фамилию, имя, отчество и где находитесь. Обязательно дождитесь сотрудников полиции на месте происшествия. Как можно подробнее и точнее изложите все, что с вами произошло. Чем больше вы вспомните деталей, тем успешнее будет поиск. В случае наличия свидетелей, попросите их подождать вместе с вами прибытие сотрудников. При невозможности очевидцам остаться на месте происшествия, запишите их данные и контактный телефон. Вы вправе обратиться с письменным или устным заявлением в дежурную часть любого отдела внутренних дел, где заявление зарегистрируют, выдадут вам отрывной талон уведомления и опросят по существу происшествия. Кроме того, вы можете обратиться в ближайший участковый пункт, либо к сотрудникам полиции, осуществляющим охрану общественного порядка. В оперативных сводках МВД нередко регистрируются и факты умышленного повреждения чужого имущества. Практически во всех случаях совершению таких преступлений способствуют конфликты и скандалы. Подразделением дознания полиции Красногвардейского района возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего ранее судимого местного жителя. Основанием для этого послужили материалы, собранные участковыми. Установлено, что в конце июня у подозреваемого произошел конфликт с 27-летней односельчанкой. В ходе ссоры мужчина умышленно повредил входную дверь в принадлежащем ей домовладении. Кроме этого, процессуальное решение принято и в отношении 33-летнего жителя этого же муниципального образования. Как и в предыдущем случае, мужчина поругался с соседкой и нанес несколько ударов по двери в ее доме. Сумма ущерба около 10 тысяч рублей. Что касается статистики, то за 6 месяцев текущего года в Адыгее зарегистрировано 39 преступлений этой категории. Полиция еще раз напоминает о том, что за такие деяния санкцией части 1 статьи 167 УК России предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы. МВД обращает внимание жителей республики, планирующих выезд в летние дни к соблюдению некоторых правил. Зная об отсутствии хозяев, воры проникают в жилище и совершают имущественные преступления. Как и прежде, особой популярностью у злоумышленников пользуются деньги, ювелирные украшения и дорогостоящая бытовая техника. Не стоит прятать ключи в установленных местах, допускать скапливание корреспонденции в почтовых ящиках во время продолжительного отсутствия. Прием квартир и домов под охрану, оборудование их тревожной сигнализацией является по-прежнему наиболее эффективной мерой профилактики краж. Также ваши соседи могут присмотреть за вашим жилищем. Продолжение следует...